итак дорогие друзья в прошлой серии мы с вами прошли храм испытаний победили всех рад скорпионов рад муравьев и сразились в рукопашную с камероном это было наше последнее испытание в этот раз ну и очистили грядки хакунина от сорняков так называемых сегодня наверное спасем собаку и заточим наше копье для этого нам пригодится кремень который хранится у нашей тетушки морлис но старая карга не захочет нам отдавать его добровольно скорее всего насколько я помню она попросит два мешка порошка взамен мы можем ей ничего не давать я подозреваю что это сварливая баба к нашему персонажу относилась всегда плохо поэтому с нашей стороны будет даже некоторой степени ей уроком да это послужит ей уроком если мы ее обчистим но прежде чем мы провернем эту операцию надеюсь она у нас не вызовет особо труда потому что у нас надо проверить кстати сколько у нас навыки навыки нам нам нас интересует навык кражи мы будем потому что тетушка морлис она носит этот кремень у себя в кармане придется его выкрасть вот но для начала спасем собачку по-разному ее называют все зависимости от переводов от локализации либо от 1с либо от фаргуса у меня установлена локализация от 1с я не помню как собаку как перевели ее имя они переводили или это вообще в вольный перевод я не знаю скорее всего вольный перевод поэтому ее возможно зовут дымок возможно смог я вот не помню так посмотрим наше задание сегодняшний основные какие у нас будет с вами так что касается деревеньки ароя значит найти торговца века но это общее задание основной сюжет сюжетной ветки ну естественно самая главная миссия священная это достать гэк для ароя что по всей видимости мы да будем очень не скоро пока спасем собаку для начала видеть тоже пацан по моему брат избранного брат нашего змея а так брат ли что же не помню ладно может быть племянник может брат не не буду сейчас вдаваться подробности семейных так далее родственных связей ни черта не помню так вот каким голосом будем его озвучивать племянник молодой может ему лет 14 как я рад тебя видеть мне нужна твоя помощь слушай с утра собака убежала я как раз собирался идти ее искать так чем тебе помочь найти собаку эм ну смолк убежал туда куда взрослые ходят охотиться ну это знаешь где да и он не вернулся вот а теперь морлис не пускает меня искать его она говорит там опасно а он всего лишь пёс но я все равно собирался идти но теперь ты здесь и ты его найдешь а она меня не отругает ну ладно меня тоже как бы подставлять не надо но я типа взрослый человек типа мне как бы все равно могу сказать подставить себя под удар тем более что мне ничего не будет так по поругаюсь немножко со сварливой теткой и больше ничего племянника племянника прикроем вот конечно конечно а куда нас ходит на он в принципе понятно не будем задавать глупые вопросы которые так знаем ответы конечно конечно я немедленно разыщу его можно было отказаться но это по моему минус в нашу карму сразу упадет а так плюсик в карму получили так давайте сохранимся так сохраняемся сохраняемся до назначить слот переназначить его что ли ну хорошо переназначим точно переназначим так что же забыл на но это моя игра я тоже параллельно прохожу уже в который раз ну ничего не могу поделать нравится мне эта игра игра так скажем подростковой юности так слот уже занят в принципе можно переписать ничего плохого в этом нет так сейчас мы идем за собакой так а у него нету ничего на обмен полезного не ничего нету племянник как же так я хотел с тобой поменяться я думал у тебя будет пару лечебных порошков в запасе ну так в принципе а кстати эти вот шипы можно подбирать те самые шипы которые вот эти растения выплевывали пытаясь поразить меня но им это не удалось ну пару шипов конечно в меня попало но это было всего лишь маленькой неприятностью по сравнению с укусами рад скорпионов в храме испытаний так а вот это у нас получается по моему они даже не имеет вообще никакой стоимости не имеет практически никакой пользы но разве что если бы у нас было с вами был развит навык навык метания мы могли бы использовать эти шипы в качестве дротиков и метать их во врагов но органические органическое семя шип которым плотоядные растения плюются в потенциальную пищу или разносичка семян ну я был так сказать потенциальной пищей но им не удалось меня сожрать ну теперь они мертвые завяли так скажем цветочки так я считаю меня на секунду подумал что это что вот этот вот товарищ это сулик из кламата ну так сказать флешбеки в будущее так давайте аккуратно пройдем здесь в режиме скрытности не привлекая ненужного внимания гекконов сохранимся заодно на всякий случай это просто очень аккуратно пройдем кстати тут два цветка брака выросла обычно там один сколько я помню случайным образом выбирается место где вырастает цветок обычно он здесь вырастает а сейчас как бы корень зандер поменялся местами с цветком здесь цветок растет кстати надо забрать его аккуратненько сейчас заберем пока ящер не видит иногда можно пройти ну буквально вот рядом с ящером перед его мордой он меня не заметит потому что навык скрытности даже несмотря на то что он равняется сейчас 25 процентом прекрасно работает меня никто не видит я спокойно передвигаюсь но не дай бог я сейчас побегу то есть я могу совершить ошибку случайно сделать двойной клик мышью и и мой персонаж себя обнаружит тут же я постараюсь из подноса ящеров вытащить цветок брок ни хрена не получилось но я бы не стал сейчас затевать с ними драку по двум причинам первая из них это первая причина ящер действительно опасно несмотря на то что это не хоть и не золотые гека это обычная гека с серебристой шкуркой они очень опасны я не уверен что я смогу с ними справиться ни копьем ни ножом ну а во вторых даже если мне удастся с ними справиться я держу победу в этой неравной схватке потому что их тут очень много если я держу победу то через какое-то время трупы этих ящеров исчезнут сколько там дней пройдет неделю-две но в любом случае пока я дойду до клымата пройдет какое-то определенное количество времени может быть две недели я не знаю может меньше и трупы исчезнут когда я вернусь сюда а для чего мне возвращаться сюда для того чтобы снять с них шкуру в клымате я научусь снимать шкуру у охотника на гекконов у профессионального траппера смайли которого надо будет спасти через токсичность для токсичных пещер только я научусь я вернусь сюда и здесь шкур уже не будет не то чтобы шкур ящеров тут не будет понимаете поэтому я перри загружусь еще раз аккуратненько все это проверено один цветок брок у нас уже есть в кармане корень зандера то есть считаете один порошок у нас уже в кармане сейчас я аккуратно пройду и это 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 вы давайте аккуратненько 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 иногда получается буквально вот с полтычка пройти но в этот раз мне почему мне не везет придется подождать какое-то пока ящера не выйдут достаточно далеко меня не увидеть вот сейчас он отвернулся сейчас я попробую проскользнуть давай быстрее они приводи господь тебя побежать иначе не заметит и разорвут эти отвечаю змей тыс ты знаешь о чем я говорю не переведи господь тебе совершить но неловкое движение которое демаскирует тебя среди этих зарослей тихо на кстати вот там один ящер очень не кстати вообще я первый раз такую вижу чтобы он зашел на территорию где находится собака первый раз вообще такую вижу очень нехорошее расположение ящера что если он заметит собаку я уверен не он идет обратно так надо сохраниться здесь и потихоньку выбираться а он как раз стоит на моем пути это просто мне сейчас очень не повезло с расположением ящеров в этой локации охотничьих угодий да что давайте пытаться попытка номер один тихо 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 смотрю что наш персонаж сделал небольшой рывок ящер нас не заметил до сих пор не видит может и не увидит так смог давай держись держись меня и мы с тобой выберемся отсюда живыми я тебе обещаю пёс я обещал тебя привести живым твоему хозяину здоровым и невредимым но не невредимым уже не получится пёс влез в кислотную лужу но за это мне никакого штрафа не будет насколько я помню на это внимание племянник не обратит что в собаки лапа обжжена впрочем это же пустоши суровые тут все может быть так здесь у нас цветок брока давайте попробуем аккуратно аккуратно забрать цветок брока из-под носа у этих ящер так получилось хорошо второй цветок давай аккуратно заберем великолепно все у нас прекрасно получается ящерам видимо мешает видеть меня плотно роща эти заросли и мы аккуратно уходим тихо 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 как он меня не заметил я у него прям перед нос и перед носом появился но история об этом умалчивает так давай аккуратно опять вот нам не не везет ящер оказывается у нас буквально на пути и очень тяжело сейчас мы придерживаясь так сказать лесистой небольшой местности так скажем области аккуратненько выйдем к выходу все прекрасно молодец смог все мы уходим даже сейчас на нас ящери среагируют мы все равно сможем добраться до точки выхода с этой локации все отлично у отчеты топчешь посевы хакунина сейчас я расскажу про тебя кушал он как будто услышал меня действительно ушел ну-ка поговорим с ним камерону пообщаться камерон здорово ты тени задолбала тут стоять в этой пещере охранять это доблый ход пойдем лучше похотимся на гекконов это как будто вот этот вот воин с ним разговаривает пытается его сгношить на охоту на гекконов дима одному ссыкотно еще одного воина с собой куда он залез вы видите куда залез вообще панской скалу прошел я такой пирос вижу это это но это бак чистейшей воды честно говоря такой пирос и вообще первый раз вижу чтобы хоть один персонаж писье смог пройти через скалу застрять скале в текстурах пирос вижу но видимо здесь такое иногда случается так ну что ты доволен племянник я верну твою собаку может и не что-то дашь в награду за спасение твоего друг дружка смог нашелся смог нашелся спасибо смог ах ты не хорош собака спасибо племянник спасибо я надеюсь что тебя в пути ждет только самое хорошее что может быть хорошего в пути я ухожу в суровые пустоши меня точно не ждет ничего хорошего племянник береги себя и береги свою собаку береги эту сварливую пизду морлис и да пребудет с тобой удачей мудрость наших пред предков прощай племянник где мы еще не скоро увидимся все так дорогие друзья мы спасли собаку осталось только заточить копье но еще мелкие поручения кое-какие выполнить например надо познакомиться с джордан ну вернее мы то с ним может давно знакомы великий охотник гекконов он глава по моему братство воинов можно так назвать эту гильдию сообщи тут ворой есть гильдия племя них есть какая-то своя тоже свой кодекс все у них это есть прежде чем поговорить с джорданом я думаю стоит такой мужик здоровенный с копьем дикарь в носу него кость он на тебя постоянно смотрит красными глазами не знаю красными не красными ну явно подозревает меня в чем-то нехорошим и он прав потому что я сейчас собираюсь его обчистить очень аккуратненько грамотно в режиме скрытности и надеюсь он не согреться на меня за это да ему пофигу вообще стоит не знаю там смотрит куда-то в стену что там таракана увидела может быть размышляет о предстоящей вылазке в поисках очередного логово гекконов там ну и так далее думать на на предстоящей охоте не иначе он меня уже давно заметил разговор был бы короткий так ну что давайте с ним пообщаемся итак избранный если ты будешь так обращаться с копьем то от что был что ли в храме испытаний следил за мной не понял откуда ты знаешь я обращаюсь к пи ну вероятно он высокого себе мнения он то есть глава воинов а я всего лишь и избранный историчный он видимо мне завидует скорее всего ну в некоторой степени завидует в основном конечно он уважает таких доблестных воинов как как я и хочет мне помочь и спасибо ему за это избранный ты будешь если так будешь обращаться с копьем то глазом моргнуть не успеешь как станешь ужином для гека но я могу показать тебе несколько приемов но как готов научиться готов учиться да конечно покажу несколько приемов может быть их быстренько освою и мне скоро надо уходить а это не займет это займет некоторое время всего может быть полчаса может час от силы так ты готов да конечно давай жордан пошли потанца станцуем наш танец копий но ты быстро сватываешь похоже всему все чему я мог научить тебе усвоено хорошо я даже не уверен что сам смогу так сражаться как ты ты схватываешь на лету я даже тебе в некоторой степени завидую я бы пошел с тобой но знаешь я же глава гильдии воинов ворою и мне надо обеспечивать нашу деревню свежим мясо гекконов и так далее в общем я не могу с тобой пойти но мне чертовски хотелось путешествовать вместе с тобой но надеюсь тебя в путешествие ждет только удача удачи тебе воин и да пребудет с тобой мудрость наших предков спасибо джордан это мне здорово поможет все принципе а что можно еще не все удачи судьба всей деревне зависит от тебя и надеюсь мудрость наших предков не оставит тебя в дороге спасибо джордан береги себя это девчонка подошла ну что познакомиться захотела тут девчонок то в принципе в оруя хватает ты не думаешь что ты одна такая тут красавица ходишь с серьгой в носу это у меня не только серьга у меня есть кое-где хочешь я тебе покажу где именно извини я я спешу у меня священная миссия я сейчас не могу уделять времени различным там умбо-юмбо любовным играм ну сама понимаешь когда я вернусь тогда может быть ну смотри герой в следующий раз следующий раз может я не захочу ну ладно 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 девчонок фороя хватает раз прощай красавица все я пошел короче смотри беги себя поговорили да так хочу тетушка может понятно так а мне надо же еще лукасу заявиться это лукас тоже по моему глава охотников получается тут два главы охотник или черту знает лукас по моему мастер рукопашного боя насколько мне известно он учит рукопашному бою в общем он местный сенсей который обучает местных воинов рукопашному бою лук а джордан учит искусству боя копьями при помощи копий может быть и ножевому боя ну и так далее короче говоря охотничьему ремеслу учит а джордан рукопашки ну что джордан потанцуем я знаю ты меня хочешь научить своему искусству боя так вот где избранный как твой успех он тоже дима относится ко мне немножко с одной стороны с уважением с другой стороны завидует мне потому что именно мне была честь выполнять эту священную миссию именно старейшина поручила мне эту миссию видимо он тоже хотел поучаствовать поэтому такое слегка некоторое такое пренебрежительное такое где-то в некоторой степени циничное отношение ко мне но в целом он тоже мне готов помочь он должен мне помочь потому что я единственный из племени избранный который отправляется выполнять священную миссию по спасению по спасению этой нашей деревне вот поэтому он дорогие друзья уже язык заплетается не обессудьте уже спать хочу давайте сделаем так сейчас нам лукас покажет пару тройку приемчиков рукопашного боя мы обучимся и наверное сегодня закончим пообщаемся с лукасом так да в принципе лукас мои успехи можно ответить в принципе сказать ему что у нас все отлично все прекрасно удачи нам благоприятствует а можно сказать нечет не очень что-то у нас не получается как-то с той ноги встал в пещере этой в храме испытания не не часто по врагам попадал можно ему пожаловаться ну я бы не стал жаловаться скажу отлично у меня все отлично может тогда может тебе я понимаю что удачливый воин все такое прочее старейшина тебя отправила на выполнение священной миссии чтобы и сам хотел пойти но она выбрала тебя я считаю что мне надо помочь тебе в этой своей священной миссии я могу обучить тебя рукопашному бою показать пару приемчиков конечно давай покажи и умеют драться руками и ногами я знаю каратэ куда в этом племени знает каратэ что за муть еще я несу такую ну да уж спать хочу за умею драться скорее капа и руку нибудь бразильское искусство оружие рабов бразильских плантации чтобы защищаться от своих хозяев которые слишком часто лупит их плетками так вот я умею драться руками и ногами хочешь поучиться у меня давай посмотрим на что ты способен но и чему ты можешь научиться у нас рукопашка вообще там мирный процент надо прокачать потому что объясню почему нам нужна рукопашка не принимая во внимание то что в основном придется использовать огнестрельное оружие и может быть ближнем бою драться холодным оружием рукопашка нам нужна лишь пройти некоторые моменты помощь после серии объяснял что допустим в каком-нибудь сказать прототипе города лос-анджелес города грехов города падших ангелов есть город юрина очень похож на этот лос-анджелес сказать все прототипом ее и является этого города реально существующего лос-анджелес калифорния так вот есть там бойцовский клуб где можно выступать на на ринге и получать за это деньги как профессиональный боксер для этого нам пригодится с вами дорогие друзья пригодится навык рукопашного боя поэтому будет не лишним сейчас обучиться хоть сколько-то какой-то процент поднимем рукопашного боя уже будет хорошо да ну чтож джордан лукас извини меня лукас извини что я путаю вас похоже вы на одно лицо как дикаре все на одно лицо какие-нибудь аборигены да так и здесь собственно говоря вот мне хочу обижать лукаса хочу называть его аборигеном во первых потому что я не хочу его обидеть обижать лукаса себе дороже он теперь пизды ставят по самой не балуйся это во первых а во вторых я и сам являюсь дикарем он мне может ответить дикаря слышу я умею драться руками ногами конечно давай потанцуем я могу научить себя лучше сражаться это займет целый день целый день господи целый день потеряю ну оно того стоит надо давай пойдем зайдем за статуями там намылим друг другу шею ты быстро учишься избранный попутного тебе ветра и да прибудет с тобой мудрость наших предков это прибудет с тобой мудрость в частности великого предка из 13 убьющий спасибо за помощь лукас береги себя и я надеюсь что удача не отвернется тебя когда ты будешь учить очередного избранника рукопашного боя надеюсь ты научил его его муразму и очередной избранный отправиться на поиски какого-нибудь священного артефакта который приведет деревню к процветанию ладно спасибо за помощь пойдем все другие друзья спасибо что были со мной спасибо что поддержите меня спасибо что ставьте лайки пишите своих пожеланиях в комментариях а с вами был страйкер увидимся очень скоро берегите себя